Мой вам эфиовский привет! Вы смотрите большой выпуск A1 News. В ближайшие полчаса расскажу вам о самых значимых событиях, произошедших в мире музыки за минувшую неделю. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете. Легендарный Продиджи снова в России, одно из самых громких событий в столице. Фестиваль Future Shots Live, кино, которое живет и двигается. Грандиозное шоу от Massive Attack, поистине шаманское зрелище. Отчет о крупнейшем в России брейк-данс-батле Мир. Концерт, устоять на котором было просто невозможно. Red Snapper в Москве. Мрачные финны Калисто. Постметал из холодной северной страны. Также в выпуске. Радио Хэт опровергли слухи о своем распаде. Поклонники могут вздохнуть спокойно. Ману Чао выступит на концерте памяти Чи Гевары на Кубе. Лайм Геллахер признал группу Oasis несуществующей. Фуллаут Бой решили взять тайм-аут. Дэйв Гэхан умудрился опозориться перед 30 тысячами человек. Дебютный альбом Dead by Sunrise доступен для прослушивания. Том Уэйтс выпускает альбом и снимается у Терри Гильяма. В Лондоне поставят памятник Фредди Меркури. Рекламщики украли идею у Sex Pistols. The Horrors присоединятся к Muse в ходе европейского тура. И главная новость. До рампы осталось совсем немного времени. Свежие подробности относительно грядущей церемонии. Итак, поехали. Кино, которое живет и даже двигается. В рамках фестиваля «Длинные руки в культурном центре дом» состоялся необычный киносеанс Future Shots Live. Как это было, узнаете из следующего сюжета. Сам по себе сеанс короткометражек Future Shots – источник позитивных впечатлений надолго. А если эти маленькие шедевры сопровождаются живыми выступлениями самобытных музыкантов, можете себе представить, насколько сильным получается эффект. Пять наикрутейших исполнителей оживили своей музыкой и без того яркие работы. Это не один музыкальный проект, который озвучивает там большой двухчасовый фильм. А это как бы такая культурная каша из разного абсолютно по жанру, по форме кино и, соответственно, разных музыкальных проектов. На самом деле мы выбрали два из практически трех видео. Это были два видеоклипа. И в них была очень слабая музыкальная подложка. Кроме «Диких» и «Хнаба ТБ» зрителей ждал свободный импровизационный джаз от «Ульман Трио». Для жанрового обозначения этих музыкантов даже пытаются придумать новое название, потому что все сходятся во мнении, что новый своеобразный стиль они уже изобрели. Работать с кино совсем несложно. Кадры сами говорят, что делать. Я больше люблю абстрактные фильмы. Это обширное поле для собственных ассоциаций. Электронщик «Муджуз», радикальный этно-фри-джазист Юрий Еремчук, талантливый композитор Антон Силайф, самодостаточные творческие единицы, которые также подарили свою музыку в качестве звукового сопровождения короткометражек «Фьючер Шоттс». И слияние прошло успешно. Ману Чао выступит на концерте памяти Чи Гевары на Кубе. Музыкант приехал на Остров Свободы, чтобы отыграть на двух концертах памяти самого известного революционера. Выступление приурочено к 42-летию со дня смерти Чи Гевары. Последний раз Ману Чао и его группа радио Бэмбо Саунд Систем были на Кубе три года назад. Тогда они выступали на не менее революционном фестивале «Антиимпериалистическая трибуна». Как мы знаем, Ману Чао и сам известен как ярый борец за права угнетенных. Только в отличие от Чи Гевары он использует как средство борьбы музыку. Лайм Геллахер признал группу «Оэзис» несуществующей. Вокалист «Оэзис» признался, что и не надеется на возвращение коллектива на сцену. Группы больше нет, и мы все это прекрасно понимаем. То, что мы делали, нам всем нравилось, но ничто не длится вечно, заявил Лайм. На вопрос, возможно ли существование «Оэзис» как его сольного проекта, Геллахер ответил отрицательно. Формально даты распада «Оэзис» считаются 28 августа 2009 года. Тогда гитарист и автор песен Ноэль Геллахер разместил на официальном сайте группы сообщения о своем уходе. Далее в выпуске. Отчет о крупнейшем в России брейкданс-баттле. Дебютный альбом «Dead by Sunrise» доступен для прослушивания. Дэйв Гэхан умудрился опозориться перед 30 тысячами человек. Радио Хэта провергли слухи о своем распаде. Московские гастроли «Мессив Атак», «Ред Снеппер» и «Продиджи». Том Уэйтс выпускает альбом и снимает с ултери Гильяма. Рекламщики украли идею у «Секс Пистолс». В Лондоне поставят памятник Фредди Меркури. На днях в Москве прошел крупнейший в стране батл по брейкдансу под названием «Мир» с подробностями Глебаста. Для того, чтобы выяснить отношения, молодежь 21 века уже не использует кулаки и грубую силу. Они делают это эффектно в бешеном ритме танца. И чтобы уделать соперника не обязательно быть мощным, достаточно быть ловким и пластичным. Давно на территории России не проводились брейкданс-фестивали такого уровня. Мир батл собрал самых-самых, чтобы из них выявить лучших. Здесь были представлены современные направления локинг, хип-хоп, хаос, поппинг. Битвы проводились в формате 2 на 2, топ-рок 1 против 1 и брейкинг 5 на 5. Впервые за всю историю танцевального движения России за судейским столом собрались настоящие гуру брейкданс мира. На протяжении трех дней он собрал, наверное, всех, кто хоть как-то относится к этой культуре. За это время помимо соревнований проходили и мастер-классы, на которые мог попасть любой желающий и научиться основам у самых авторитетных танцоров. Но самым грандиозным противостоянием стала битва 16. В этот день на танцпол вышли 16 команд из России, Украины, Белоруссии и Европы. Среди них победители самых авторитетных соревнований нашей планеты. Таких, как Battle of the Year в Германии, UK B-Boy Championship в Великобритании, Топ-30 в России и Breakdance Session в Польше. Думаю, вы себе представляете, как было жарко в тот день на танцполе. Уже совсем скоро организаторы этого фестиваля обещают устроить еще более глобальные события и в очередной раз взорвать Москву. Ну что же, ждем с нетерпением. Fallout Boys собираются взять тайм-аут. Недавно лишившийся своей фирменной стрижки Пит Уэнс сообщил, что группа отправляется в отпуск. По словам музыкантов, он может продлиться две недели, а может и несколько лет. Мы перестанем существовать, когда поймем, что стали занудными. Я думаю, что миру нужно отдохнуть от Fallout Boy, а нам, соответственно, от всей этой суеты, заявил Пит Уэнс. В ближайшее время Fallout Boys собираются выпустить альбом под названием Believers Never Die Greatest Hits. На нем будут собраны лучшие песни группы и пара новых композиций. Релиз пластинки назначен на 16 ноября. Дебютный альбом Dead by Sunrise доступен для прослушивания. Альбом под названием Out of Ashes уже сейчас опубликован целиком на MySpace страничке коллектива. Напомню, что Dead by Sunrise это новый проект Честера Беннингтона из Линкен Парк. Продюсером диска выступит Говард Бенсон, наработавший ранее с Motorhead и My Chemical Romance. По словам Честера Беннингтона, его сольный проект Dead by Sunrise существенно отличается от Линкен Парк. Он более мрачный и в нем полностью отсутствует хип-хоп влияние. Выход диска запланирован на 13 октября. Финский постметалисты Каллиста впервые добрались до России. Что странно, учитывая географическую близость и армию поклонников их задумчивой музыки. Подробности в следующем сюжете. Парни из группы Каллиста несмотря на холодность и даже сдержанность своей музыки могут вызвать настоящий трепет извлекаемыми звуками. В их песнях нет, кажется, ни единой лишней ноты. Все выверено и по-скандинавски взвешено. И эта музыкальная формула работает уже с 2001 года. Хотя Каллиста меняется от альбому к альбому, экспериментируя с разными стилями. Много факторов повлияло на нашу музыку. В первую очередь мы сами изменились как музыканты и естественно вместе с изменениями и опытом приходит желание пробовать что-то новое. А вот следовать заменяющимися музыкальными веяниями это не дело, конечно. Аарон Тернер фронтмен группы Айсис, который Каллиста нередко сравнивают, как ты назвал стиль постметал в Thinking Man's Metal. И Каллиста это определение идеально подходит. Несмотря на брутальные музыкальные взгляды, в текстах музыканты нередко обращаются к христианской тематике. Мы не пытаемся навязать людям свои взгляды и идею. Мы уважаем людей за то, кем они являются. Для нас это наиболее естественный путь выражения своих идей через музыку. Мы можем писать только о том, что мы знаем. Финская музыкальная сцена разнообразна, но Каллиста хоть и отбросили все национально-музыкальные особенности, строго холодную отстраненность им удалось сохранить. Дипешмот перепутали Перу и Чили. Согласитесь, далеко не каждому человеку приходилось позориться перед 30-тысячной толпой. Такой чести на днях удостоился Дэйв Гэхан. На недавнем выступлении в Перу фронтмен Дипешмот решил поблагодарить своих фанатов и неожиданно крикнул со сцены «Спасибо, Чили!» Свидетелем такого мощнейшего провала стала 30-тысячная толпа, пришедшая на концерт в столицу страны городе Лиме. Неловкость ситуации усугубилась еще и тем, что между Перу и Чили идет давняя вражда. Провоевав пять лет, страны конфликтуют и по сей день. Стоит отметить, что Дэйв Гэхан не первая знаменитость путающей латиноамериканские страны. В 2003 году отличилась и канадская певица Аланис Моррисетт, обозвавшая Перу Бразилией. Радио Хэта провергли слухи о своем распаде. Поклонники могут вздохнуть спокойно. Совсем недавно мы рассказывали вам о новой группе Тома Йорка. Напомню, что в нее вошли басист РХЧП Фли, продюсер Радио Хэд и другие не менее легендарные личности. Это породило массу слухов относительно дальнейшей судьбы Радио Хэд. И вот музыканты расставили все точки над «и», успокоив поклонников. На днях стало известно, что группа опровергла слухи о прекращении деятельности и выходах новых альбомов. Релиз нового альбома Радио Хэд запланирован на следующий год. Музыканты сообщают, что запись пластинки будет проходить в графстве Оксфордшир. Вне зависимости от того, появятся ли треки в первую очередь в сети, новый альбом также можно будет купить в магазине на виниле и CD. На вопросы о стилистике грядущей пластинки Радио Хэд говорят следующее. «Мы будем писаться зимой и за городом. Ни для кого не секрет, что время года оказывает влияние на наши музыкальные идеи. Это будет абсолютно в нашем стиле». Конец цитаты. Далее в выпуске. Московские гастроли Месси Фатак, Ред Снеппер и Продиджи. Том Уэйтс выпускает альбом и снимается у Терри Гиллиама. Рекламщики украли идею у Sex Pistols. В Лондоне поставят памятник Фредди Меркури. Концерт, устоять на котором было просто невозможно. Ред Снеппер в очередной раз посетили столицу. Смотрим сюжет. Очень необычный музыкальный ансамбль из Англии под названием Ред Снеппа вновь пожаловал в Москву. И не просто так. Основной причиной почему мы вернулись стало желание сыграть наши новые песни чтобы показать людям чем мы сейчас занимаемся. Тем более скоро выходит наш новый альбом. Изначально в группе было три участника гитарист, контрабасист и ударник. Как группа Ред Снеппер мы собрались в 94-м по-моему. Али, Рич, Я знали друг друга по другим лондонским группам. Но когда мы в первый раз собрались чтобы попробовать поиграть вместе будто что-то щелкнуло и мы поняли у нас получается. За время существования группы музыканты успели ее развалить а потом собраться вместе. Но никаких распри не было и в помине. Мы никогда не ссорились. Очень много групп разваливаются из-за личностных конфликтов. Для нас же просто настала пора заняться другими вещами. Побыть семьями, жениться, нарожать детей. Просто заняться теми вещами которыми занимаются нормальные люди которые не живут на чемоданах. Хотелось разнообразия и в музыкальном плане. После воссоединения смешанный стиль группы стал еще богаче. Музыканты привнесли свой сторонний опыт в творчество группы. Мы тратим очень много времени чтобы от каждого из наших инструментов добиться нужного звучания. Мы всегда говорили, что воспринимаем нашу музыку серьезно. Но мы абсолютно несерьезные люди. Несерьезные и независимые Red Snap'а никогда не стремились быть модными. Моду они создают сами. В современной музыке важно звучать современно. Это уже полдела. Для нас важно звучать актуально. В студии мы уделяем этому очень много времени. Но во время живого выступления мы всегда оставляем много места для импровизации и тем, которые мы не репетировали. Именно поэтому каждый наш концерт отличается от другого. Коля Карасев, Андрей Митрофанов, Софа, A1 News. Том Уэйтс выпускает альбом и снимается у Терри Гильяма. Двойная пластинка, получившая название Glitter and Doom, выйдет 24 ноября. В издание включены композиции, исполненные Уэйтсом во время одноименного турне 2008 года. На первом диске Glitter and Doom слушатели найдут 16 треков, записанных по ходу гастрольной поездки музыканта по городам США и Европы. Вторая часть нового альбома Уэйтса состоит из одного номера под названием Tom Tales. Это репризы и рассказы, которые певец исполнил перед зрителями за время тура. Что касается актерской карьеры Уэйтса, то не так давно он снялся в новом фантастическом фильме Терри Гильяма «Воображариум доктора Парнаса». Британская премьера ленты, на которой среди прочих актеров также присутствовал и Уэйтс, уже состоялась в Лондоне 6 октября. Месси фатак добрались до России, устроив поистине шаманское шоу. Не верите, смотрите сами. Отцы-основатели трип-хопа дуэт под гордым названием Massive Attack, пропустив в прошлом году Москву в своем туре, решили исправиться и посетили Ткистолицу с единственным концертом в ГЦКЗ России в Лужниках. Но 3D и DDG приехали не вдвоем, а с целой группой и тремя дополнительными вокалистами. Мы из тех времен, когда были популярны саунд-системы, диджеи и было актуально использовать различных вокалистов. Тогда мы делали акцент больше на пение в стиле регги. А когда наше звучание стало ближе к хип-хопу, ситуация была схожа и много различных отличных рэперов на сцене, с которыми хотелось сотрудничать. Еще со времен Битлз использовали различные голоса, ведь они все четверо пели в группе, ведь так? Такая же ситуация была с моими любимчиками The Clash. Ты точно знал, что если выходит новая запись группы, ты не услышишь во всех песнях один и тот же голос. Нам нравится создавать интригу. Перед московским концертом в группу вернулась вокалистка Мартина Топли-Бёрд, бывшая жена Трики, который в свое время также являлся участником группы. Да, Мартина действительно вернулась в группу, а по поводу возвращения Трики на самом деле я был бы счастлив. Мы жили с ним вместе, начали заниматься музыкой вместе, но все меняется, все расходятся, выбирают свой путь и это жизнь. Но мне хочется, чтобы наши пути опять пересеклись и я надеюсь, мы сделаем что-то действительно стоящее и интересное. Месси Фатак считают одними из родоначальников стиля трип-хоп. Интересно, а как к этому ярлыку относятся они сами? Люди называют нас как только хотят. Кто-то любит, кто-то ненавидит, но не стоит ко всему этому относиться серьезно. Людям нравится развешивать ярлыки. Думаю, когда трип-хоп впервые появился как термин, это был хип-хоп по своей структуре, но совершенно на другом уровне, более высоком. В начале 90-х этот термин идеально подходил под то, что мы тогда делали, но позже все подряд начали лепить на себя этот ярлык и он уже стал грузом. Смысл терялся, это как панк. Как можно сейчас играть панк, если он умер? Совсем недавно группа выпустила первый свежий материал за 6 лет в виде интернет-релиза в преддверии нового альбома. Мы сейчас выпустили сингл с новым материалом и собираемся выложить несколько треков на нашем сайте перед Рождеством. Возможно, после выпуска альбома в апреле или мае выпустим EP с совершенно новым материалом. Не будет лишним упомянуть, что звук на концерте был, возможно, лучшим за последние пару лет на отечественных площадках. Может быть, это просто стечение обстоятельств, но, скорее всего, это уровень группы, которую мы будем ждать в России в следующем году в поддержку их нового, столь ожидаемого всеми альбома. Восприятие музыки это очень субъективный процесс, очень сложно представить, что люди будут делать при ее прослушивании. Думаю, все зависит от отношения. У человека должно быть время пропустить через себя музыку, почувствовать ее. Например, музыку, которую я люблю, я слушал на повторе бесконечно, делая ее частью себя. И мне кажется, если видишь человека, который радостно восклицает при первом же прослушивании, это не затянется надолго, и она ему быстро надоест. Рекламная кампания английского мороженого повторила идеи Sex Pistols. В ответ на это адвокаты культовой панк-группы пригрозили рекламщикам судом. Юристы утверждают, что в рекламных роликах кампаний незаконно использована символика и лозунг Sex Pistols. В видео, размещенном в интернете, представлена следующая картинка. Королева на фоне британского флага с ложкой мороженого во рту. Украшает данную сцену слоган God Save the Cream. Менеджмент группы уже с августа требует приостановить распространение роликов в сети. Представитель другой стороны заявил, что удивлен поведением защитников группы. «Я поражен. Группа, которая прославилась тем, что была запрещена, теперь пытается запретить наше безобидное мороженое», жалуется основатель компании Мэтт Коннор. Ссылку на сайт плагиатчиков можно увидеть на нашем сайте а1tv.ru в разделе «Музыкальные новости». В Лондоне поставят памятник Фредди Меркури. 24 ноября в Западном Лондоне будет установлен мемориал легендарному вокалисту Куин. Памятник рок-звезде будет красоваться у входа в городскую библиотеку. Инициатором идеи стал член совета Пол Джаббл. «Я очень рад тому, что наконец-то мы увековечим Фредди и его талант», говорит Пол. «Памятник будет напоминать людям, что неважно, откуда ты родом. Главное – это самозабвенно трудиться и верить в свою удачу». Стоит отметить, что лондонский мемориал будет уже вторым напоминанием о певце в бронзе. Первый памятник был установлен в швейцарском городе Монтре в 96-м году. Там Меркурий провел свои последние годы. Легендарные пройдиджи снова в России. Что тут еще добавить? Смотрите сюжет. В прошлых выпусках A1 News вы не могли не заметить, что в Россию вернулись титаны современной сцены «Де Продиджи». Приезд группы проходил триумфально, тому в подтверждение 17 тысяч человек на концерте. Стопроцентный успех. Оказывается, что парни в себе и не сомневались. «Мы всегда знали, что станем популярными, потому что мы делаем то, что умеем, хорошо умеем. Мы знаем все о той музыке, которую делаем. А когда ты знаешь о чем-то, ты всегда можешь сказать, хорошо это или плохо. Мы знаем, что мы в порядке». Перед началом концерта «Угара» фанаты проломили ограждение перед сценой. Монтерам и охранникам пришлось строить настоящие баррикады. Шоу задержалось, но когда «Лайм Кит» и «Максим» вышли на сцену, публика забыла обо всем. Российские поклонники еще не слышали вживую все бронебойные хиты со свежего альбома «Invades Must Die». А ведь есть еще и старый добрый «Breathe», «Smack My Beachup», «Firestatto». Всех и не перечислить. Именно эти треки, что называется, убили традиции европейских рейвов. Да и сами рейвы в придачу. Раз такое случилось в истории группы, значит, была борьба. Я имею в виду то, что если нам для успеха надо было убить рейв сцену, и мы ее убили, это отлично, потому что мы сейчас здесь сидим. «Лайм Хоулит» знает, о чем говорить, ведь именно он, если кто не в курсе, является автором практически всей музыки группы. Но «Продиджи» не были бы «Продиджи» без своих фронтменов. Максима Реалити и, конечно, любимца всей планеты Кита Флинта. Мы всегда следовали тому, во что верили. Да, мы знаем, что делаем. Никогда рекорд-компании не указывали нам, что делать, потому что мы знаем, к чему стремимся, знаем себя, знаем, чего хотим добиться. Глядя, как московская публика лихо угорала на концерте, можно с уверенностью сказать, что этим людям удается все, чего бы они не хотели. Коля Карасев, Сергей Фирсов, Андрей Митрофанов, Денис Яров, A1 News. Да, это «Продиджи», и вы смотрите A1. Внимание, а теперь новости Рампа. 19 октября в 23.59 заканчивается второй тур голосования за номинантов Рамп. 20 октября стартует финал, в котором будут бороться всего лишь по три артистов каждой номинации. Кто-то из них уж точно получит статуэтку Рамп, но кто именно это будет, узнаем 28 октября на сцене клуба B1 Максимум. В финале всех ждет честная и жесткая борьба. Голосуй за своих. Вы смотрели большой выпуск A1 News. С вами была Юкли. Я желаю вам попутного ветра. Редактор субтитров А.Семкин